Это программа в городе 512. Мы вышли на улицы города для того, чтобы выяснить, что думают николаевцы о женщинах в политике. Выскажите ваше мнение касательно женщин в политике. Женщины в политике должны быть обязательно красивые, чтобы было на что смотреть. Нет, я бы не пошла в политику. Хорошо, а чем вы занимались для того, чтобы усовершенствовать наш город без политики? Чем нужно начать с себя первоначально. Что вы думаете, может ли женщина быть политиком? Может быть, если она для этого предназначена, если она разбирается в политике глубоко. Как вы считаете, какие основные черты женщины в политике? Что она должна уметь? Принципиальность, самостоятельность, умение выразить свою мысль. Это главное. Отстоять ее, эту мысль. И умение выслушать человека, если она идет в политике. Если бы вы стали мэром города, какие бы изменения вы внесли в наш город? Так, навела бы чистоту. Чистоту. Чистоту в городе. Как и любая женщина любит чистоту. Обязательно. Чистоту, порядок. Везде. В мыслях депутатов. Да, порядочность установить. Ну, в общем, все. Хорошую столовую открыть, чтобы мужчины хорошо питались, тогда добрее будут. Возможно. А почему бы и нет? Я считаю равенство полов, что женщина, как и мужчина, может быть мэром. Ничего плохого в этом нет. А если, допустим, женщина станет мэром, как вы считаете, нужно будет в горсовет добавить кухню? Не нужно. А где же она сможет готовить? В дом. Ну, тогда у нее не будет оставаться времени на работу. Будет. У нас нет, постоянно работает. Женщина-политик должна, во-первых, иметь чувство гордости, достоинства, доброту обязательно, лояльность, адекватность. Если бы у вас была возможность, стали бы мэром города? Ну, мэр города, это очень ответственность, очень большая ответственность. И стать, нет, не решилась бы. Они не политики, они не понимают женщин Украины. Девушка, что вы думаете по поводу женщин-политиков? Какими они должны быть? Строгие, уверенные в себе, чтобы знали свои дела. Девушка, я смотрю, что вы строго, уверенные в себе. Пошли бы в политику? Нет. Думаю, что женщины в политике не всегда нужны, потому что женщина в политике руководствуется эмоциями. Мужчины все-таки создания, которые руководствуются разумом, а женщина больше руководствуется эмоциями. Поэтому и решение у них получается часто больше эмоциональное, чем взвешенное. Но для разбавки женщины все равно нужны, но там около 50% для поднятия тестостерона у мужчин, чтобы им лучше думалось. Чтобы легче решения было принимать. Да, легче решения, гормоны играли, как-то стимулировался организм во время принятия решений. Скажите, пожалуйста, какой политик женщина нужна Николаеву? А я не знаю, я не из Николаева. Ну, красивая какая-то, я не знаю, какие у вас женщины политики. Ну, говорят, что Николаев город невест, может быть, так же и невест депутатов, например. Невестой она для всех быть не сможет. Ну, хорошая, красивая, не обязательно умная, потому что пусть мужчины принимают решения, а женщина пусть их стимулирует при принятии решений. Скажите, какие основные черты должны быть у женщины политика? Вот без чего ей просто нельзя в политику? Без косметички. Вот без косметички женщина в политику не должна идти, потому что вот, ну, хотя, например, Ангел и Меркель, он слегка ломает мою теорию, но она все-таки больше женщина-мужчина, чем женщина-дробь женщина. Спасибо большое, хорошего вам дня. И еще вопрос. Что посоветовать Николаевцам перед тем, как они сделают свой выбор? Пять раз подумать, потом еще десять раз подумать, потом взвесить все решения и принять решение правильное. Не нужно принимать спонтанные решения, глядя на рекламу.